Всем привет! Наконец-то я закончила свою грандиознейшую постройку балетную школу. Сейчас подробненько все расскажу, как, что, куда и зачем в этой самой постройке. Так вот, идея постройки у меня родилась просто потому, что захотелось на самом деле. Я долго не могла найти, как же мне построить именно балетные классы, то есть, ну, станок сделать в балетном классе, потому что, как бы, мне казалось, это самое-самое главное. Вот, я что-то никак не могла найти вариант его исполнения. Потом я все-таки нашла и быстренько взялась за работу. Я покажу вам, собственно говоря, как я этого добилась. Вы тоже сможете все повторить, потому что моя постройка без доп. материалов, то есть, все из симсов, так что вы легко сможете, если что, повторить мой подвиг. Так вот, начну с того, что сначала, конечно, я делала форму, и я не опиралась ни на какую существующую постройку. Я, в принципе, не смотрела балетные школы до этого, но я очень много смотрю, ну, как много, посматриваю каналы про балет, и Таня плюс танцы, они там рассказывают о балете, и, как бы, наслушавшись их, я предположила вообще, как может выглядеть балетная школа. И это даже не школа, а такая школа-интернат или училище с поселением. То есть, зачастую, на самом деле, в балетных школах дети занимаются там и живут, собственно говоря, там. То есть, это такой полноценный комплекс, где они еще и получают как специализированные знания, так и общеобразовательные. То есть, это такой, ну, реально большой комплекс строения, который вмещает в себя как жилые помещения, так и помещения, где они могут поесть. То есть, ну, обычная столовка. И там, где они занимаются, там, где они тренируются, плюс обязательно еще нужен актовый зал, и, собственно говоря, от этого я уже и плясала в своей постройке. То есть, я понимала, что мне нужен какой-то кабинет для преподавателей, нужна, скорее всего, библиотека, но библиотеку я уже добавила просто, чтобы место не поставало, но, скорее всего, да, она нужна. Плюс место для учебы, для отдыха, для жизни. И, на самом деле, я сделала достаточно мало комнат, ну, потому что, как бы, это комната, и ничего здесь такого интересного нету. Поэтому их не очень много. Я потом посчитала в конце, всего получилось на 23 студента, но, скорее всего, это побольше, потому что в столовке гораздо больше стульев. Если даже все придутся, рассядутся, я думаю, всем будет место и даже останется. Поэтому логичнее было бы, если бы это была такая, ну, реальная школа больше, более реальная. Логично было бы еще один надстроить этаж, чистое, жилой. Вот вообще чистое, жилой. А первый, второй отвезти на такие постройки, ну, не постройки, а комнаты учебные. Мне кажется, это было бы логично, но я все-таки решила не сильно размахиваться. Я и эту постройку делала очень долго, очень долго. Ну, не мучительно, очень мне интересно было, но все равно, в общем, пришлось так немножечко попотеть, чтобы это все сделать, потому что там и классы я достаточно интересно сделала, и балетные классы, и я делала что-то типа актового зала. Ну, посмотрите, как все это выглядит. Я думаю, какие-то идеи у вас возникнут по этому поводу. Ну, в общем, я вдохновлю вас, может быть, на какие-то постройки этим своим громадищем. Так вот, изначально я просчитывала все клеточки, которые я там выстраивала, потом плюнула на это, потом расширяла, потом уменьшала, потом, в общем, по окнам пыталась вычислить, но, в общем, моя школа немножечко коревая. Ну, надо просто с этим смириться. Я потом, когда делала еще комнаты детей, я поняла, что совсем кривая, но уже как бы... Ну, я решила, что так оно и будет. Не буду заморачиваться, пусть так оно и будет. Вот, поэтому в целом она смотрится достаточно симметрично, ну, то есть вся школа, я имею в виду. Но, по сути, она немножечко асимметричная. Ну, будем делать вид, что все нормально. Итак, на первом этаже я располагаю общественные, как бы, как это называется, общественные комнаты. Я сейчас их... Как раз, по-моему, я с них и начну, но сейчас посмотрим. Я сама не помню, с чего я там начинала. Вот. Наверху у меня в основном учебные классы, и балетные, и обычные учебные классы, и комнатки учеников. При том, что сначала я сделала эти комнаты очень большими, и когда я начала их наполнять мебелью, я поняла, что это как-то слишком жестоко. И, в принципе, вся идея этой постройки заключается вот в этом внутреннем дворике. Что-то мне захотелось именно внутри сделать такой вот дворик с переходами. При том, что идею вот этих переходов я взяла из одного из университетов Кемприджа. Там есть женский, чисто женский университет, в котором есть длиннющие коридоры, потому что, когда он строился, архитекторы решили, что девушкам негоже выходить на улицу, мокнуть, чтобы попасть в свое здание. Они создали целую сеть коридоров, по которым можно пройти, когда там, например, непогода за окном. И я вот как бы сделала этот внутренний дворик. Он, в принципе, функциональный. Там большое красивое дерево с этими фонариками. Я обожаю это дерево. Оно какое-то такое мистическое приятное, с фонариками, плюс оно ночью светится. Мне безумно нравится это все дело. Там лавочки, и, в принципе, как бы, ну, просто можно перейти из одного корпуса в другой. Ну, как бы, это один корпус и есть, но, как бы, идея в том, что вот можно так перемещаться. И как бы нужно, потому что, по сути, коридоров нет. То есть, для того, чтобы перейти из одного кабинета в другой, нужно как раз выходить вот в это помещение. Ну, помещение, в коридор. Ну, нет, не коридор. Ну, в общем, вы меня поняли. Так вот, далее, что я еще вспомнила? Конечно же, я вспомнила, что я не выделила место для прачечной. И, собственно говоря, я потом еще придумала одну идейку, которая меня спасла. Я сделала еще подвальчик. Такой секретный подвальчик, в который можно попасть только, ну, как бы, изнутри этого здания. То есть, нужно пройти в дворик, и нужно знать место, куда можно спуститься. Там будет прачечная, и не только прачечная. Потому что, на самом деле, балетные ученики, такие же обычные ученики, как и все, им тоже хочется развлекаться. Но об этом практически в самом конце, потому что я в самом конце делала эту комнату. Начала я с балетного класса. Мне очень хотелось. Но, на самом деле, все очень просто. То есть, тут весь смысл в том, что нужно делать бесконечные зеркала. Потому что в балетном классе зеркала, зеркала, зеркала. Станок, станок, станок. И все. Но я посредине комнаты сделала такое место отдыхательное, с подушечками, с пуфичками, для того, чтобы, как бы, ну, они отдыхали, ученики, сидели, отдыхали, ну, как бы, для комфорта. Плюс посередине я пыталась делать, ну, это, как бы, такой, можно сказать, мобильный станок. Но, в принципе, когда балетный класс достаточно большой, то внутри него, его, ставят еще дополнительный станок. Он такой, просто, как бы, стоящий на полу. И там тоже занимаются люди. Но нету такого в симсах адекватного чего-то, что можно было бы сэминтировать. И, кстати, обычный станок, который возле зеркал, я сэминтировала, в общем, какой-то панелькой из пакета на работу, насколько я помню. Такая серая штуковина. Она, конечно, плоская, широкая, должна быть маленькая и круглая, но это лучше, чем ничего. И, в принципе, чисто визуально балетные классы похожи на балетные классы. К счастью, у меня был опыт, ну, не балетных классов, но, в принципе, танцевальных классов. Я знаю, как это все расположено. Я как раз привыкла к этим огромным зеркалам, потому что в пять лет меня отдали на танцы. Конечно, первые там лет года три, наверное, я ходила под большим нажимом. Я жутко не хотела. Потом в это все втянулось. Это было все так интересно. Мы начали выступать. Я как бы... На то время еще не было каких-то особых изысков. Мы были эстрадниками. У нас были эстрадные танцы, потому что тогда были только спортивные... Ой, не спортивные, балетные. И вот эстрадные. И, кстати, я уже перешла в комнаты детей, учеников. И как раз-таки я здесь наполняла, наполняла кроватями, кроватями, кроватями. И поняла, что, в общем, будет какое-то такое перенасыщенное общежитие. И не очень-то хорошо. Не хорошо, когда настолько много людей в одной комнате. Это тяжело. Балетные так много учатся, так много занимаются. У них такая сумасшедшая нагрузка. Им нужно хорошо отдыхать. Им нужно хорошо кушать. Потому что балетные вообще, в принципе, поступают в училище в среднем где-то в 8-10 лет. И они там живут, учатся. То есть у них там, не знаю, там подъем рано утром. У них сначала класс. Они сначала занимаются. Насколько я знаю. Потом у них идут еще общие образовательные предметы. Потом у них опять класс. Потом они готовятся к выступлениям. И когда-то там поздно ночью они учат эти уроки, когда они уже совсем уставшие, сонные. И как бы каждый день это. То есть ты никуда не скроешься, не убежишь. Потому что ты живешь и учишься в одном месте. И как бы ты у преподавателей на ладони. И я вообще восхищаюсь этими балетными детьми. Какая на них сумасшедшая нагрузка. И как они со всем этим справляются. Потому что, мне кажется, это очень тяжело. И психологически, и физически это испытывать. Тем более, вот представьте, в 11 лет, в 10-11 лет вы уезжаете от родителей. И вы увидите их максимум в выходные. И как бы все. То есть уже нету вашего одеялки, вашего мишки. Ничего нету. Того, что вы любите, знаете. Нету мамы, которая принесет попить, поесть в комнату. И так далее. Всего этого нету. Вот вы в окружении таких же напуганных детей, как и вы. И вам нужно постоянно-постоянно тренироваться. Постоянно что-то делать. Учиться еще попутно. То есть они осваивают ту же самую программу, что и обычные дети. То есть они сдают те же самые экзамены. Все-все абсолютно то же самое, что и обычные дети. Но только у них еще колоссальная нагрузка физическая. В том плане, что они еще становятся балетными артистами. Полноценными, которые вот в 18-19 лет выпускаются. И они начинают работать. То есть они вот так рано начинают работать. Потому что их век, к сожалению, достаточно короток. Потому что это все-таки физическая нагрузка. Хотя, в принципе, очень многие балетные деятели расширили максимально вообще эти рамки. Растиснули их. И достаточно долго остаются в профессии. Так вот, комнаты я наполняла просто как придется. Как бы просто я старалась, чтобы была кровать. Был шкаф какой-то для вещей. Был какой-никакой, у кого вмещался либо хотя бы полочка, либо какой-то книжный шкаф. Ну, там как уже получалось. Комнаты в среднем на трех человек. Но было, по-моему, две комнаты на два человека. Потому что там уже совсем не вмещалось. Ну, и рабочие столы, конечно, я старалась все-таки им делать, детям. Не всем. То есть на трешную комнату у меня два рабочих стола. Ну, если бы я третий вмещала, но это был бы уже совсем перебор. Так вот, теперь переходим в актовый зал. Вот здесь, я думаю, что я подам идею многим. Ну, то есть я искала, как это все сделать. Потому что внутри уже готового здания нельзя менять расположение. Конечно, чисто теоретически можно было бы частично утопить часть комнаты. То есть удалить пол у части комнаты. И как бы за счет этого был бы подиум. Но мне этого совершенно не хотелось. Потому что я понимала, что сломается вся архитектура, будет как-то, ну, в общем, не очень. Я понимала, что нужно приподнимать, делать сцену. И я это сделала с помощью пуфиков. Это какие-то из спа-жизни. Какие-то странные такие то ли лавочки, то ли пуфики такие длинные. Они, конечно, немножечко все играют по цвету. То есть за счет того, что они наслаиваются друг на друга. Но в целом, мне кажется, очень даже неплохо. То есть я даже сзади сделала из штор такую задник. Впереди тоже забыла, как они называются. Не шторы, понятное дело, а занавес. Ну, что-то типа того. И за счет того, что у нас есть чудесное дополнение в Голливуд. А, нет, к известности. Путь к славе. Путь к славе. У нас есть куча разных прожекторов, которые я разместила, собственно говоря, как они приблизительно и есть. Вот. И зрительный зал я сделала такой, ну, не очень большой. Я отделила часть комнаты для удобства. Плюс посередине я разместила стол. Это, в принципе, такое, ну, привычное расположение. Потому что зачастую, как бы, этот зал используется для сдачи экзаменов, зачетов, еще чего-то такого. И, конечно же, экзаменаторы должны где-то сидеть. И для их удобства обычно ставится стол в проходе. Но здесь у меня не сильно большое размещение. Поэтому у меня вот так вот они посередине стоят. Ну, какой-то такой имитации, что все-таки это настоящая, ну, настоящая балетная школа. И в том, в той загородке, которую я сделала, уменьшив зрительный зал, чтобы, ну, как-то не наставлять пустых стульев, я сделала просто костюмерную. Мне кажется, это очень даже логично получилось и симпатично. Потом я перешла в кабинет директрисы. Я что-то захотела ей поставить кофемашину и зачем-то поставила раковину. Ну, не знаю, типа, она сама себе может сделать кофе и помыть кружку. Ну, вот как-то так. Ну, то есть, это кабинет директора этого балетного училища. Для других учителей я не делала какую-то отдельную комнату. Я сделала одну большую учительскую, где они бы себя комфортно чувствовали, как мне кажется. Так что кабинет получился достаточно простой, небольшой. Ну, такой, как бы, мне кажется, похож на кабинет директора. А вот учительская получилась достаточно большая, просторная, со шкафчиками. Мне так нравятся эти шкафчики, они такие колоритненькие. Там, типа, лежат дела всех учеников. Плюс я, конечно, им сделала, я добрая, я сделала им уголочек из кофе с микроволновочкой, где они могут погреть свою еду, где они могут посидеть, отдохнуть. То есть, есть два больших дивана, где просто можно расслабиться. Есть компьютеры, есть вот этот большой такой стол, где они могут все сидеть, отдыхать или работать. Ну, то есть, я создала достаточно такие комфортные, мне кажется, условия для учителей. И детальки я, на самом деле, потом добавлю. Я и в комнаты учеников потом добавлю еще света, немножечко растений. Я пока так... Мне казалось, что я делаю достаточно скематично, но все равно какой-то декор я добавляла, но не так обильно, как мне хотелось бы. А потом я подумала, что и не надо, наверное, так много декора, потому что все равно это не персонализированные комнаты, не персонализированное все, в принципе. И какой-то лишний декор будет только отвлекать. И, конечно же, библиотеку. В принципе, я просто думала как-то заполнить вот эту часть. И, конечно, библиотека им нужна, этим ученикам. Ну, потому что им все равно нужно учиться не только обычные предметы. У них, кстати, есть еще специализированные предметы. Например, история искусств, насколько я знаю. История балета обязательно. Они, скорее всего, историю театра еще изучают. Это, кстати, очень интересный предмет. Я его тоже изучала, как и историю искусств. Поэтому, скорее всего, им понадобится большая, хорошая библиотека, в которой бы все находилось. И, в принципе, здесь есть еще пару рабочих мест, где можно посидеть, можно почитать, поработать. Ну, как в любой библиотеке. То есть, конечно, это не полноценное такое учебное место. Оно будет в другом месте. Но просто посидеть, почитать здесь вполне себе можно, потому что много стеллажей, много книг. Я думаю, здесь каждый найдет то, что ему нужно. Я, кстати, очень люблю вот эти стеллажи, которые отдельные. Их вот так вот можно ставить друг на друга. Мне кажется, это выглядит очень симпатично. Единственное, что потом я обнаружила, что все они торчат у меня на втором этаже. И потом пришлось их убирать со второго этажа, понижать на один уровень. Но ничего страшного. Библиотека получилась такая достаточно симпатичная, уютненькая. Я потом еще раскидала подушечки, креслица, пуфички. Потом еще украсила разными книжками разбросанными, потому что такое, в принципе, случается. Далее я перешла в столовую. И я здесь разместила стандартную вот эту из студенческой жизни, столовую, кафешечную. Ну, там, где можно просто попить кофе, чай и какую-нибудь вкусняшку съесть. Я не разделяла эти места. Мне кажется, это логично. То есть можно прийти полноценно поесть, можно просто попить чай и кофе. Потому что балетные, они едят. Как бы не складывался миф о том, что, ой, балерины ничего не едят. Особенно, когда они учатся, когда у них много работы, они много проводят времени в классе, они очень даже как едят, потому что им нужна энергия. Они, да, не очень много тратят. Во время балетного класса тратится, ну, кто-то замерял больше, чем в самой такой сильной силовой тренировке, когда там мужчины таскали железо. Энергия, ну, калорийность тратится больше, чем за балетный класс. Поэтому это очень сильная нагрузка. Так вот, пока я делала столовую, я поняла, что как-то слишком много столов. Я решила немножечко все-таки прибрать, потому что мне кажется, что нету столько учеников, чтобы там сидеть. Ну, кстати, вот в тот момент я задумалась о том, что нужно было бы третий этаж делать, но передумала. Я решила, что как бы условно это будет предполагаться, что у нас есть все-таки третий этаж. И учеников достаточно много, но пару столов я все-таки убрала. И я сделала достаточно разные как бы столы, что такие высокие, где можно именно как в кафешке посидеть. Есть диванчики, где можно много развалиться, расслабиться. Есть один общий стол, и есть отдельные столики. В общем, на любой вкус и цвет есть, где посидеть, где разместиться. Я думаю, чтобы всем было комфортно. Затем я перешла в такое место, ну, типа, такая зона для учебы. То есть там просто стоят столы, компьютеры я потом немного добавила, тоже немножко книжных полок. Это именно чистое место для учебы. Ну, вот чтобы ученики могли спуститься, если, например, там, ну, в комнате у них, не знаю, шумно, неудобно, чего-то не хватает, компьютера нету, еще чего-то. Чтобы они могли спуститься и позаниматься. То есть это не тусовочное место, потому что потом будет еще тусовочное место, отдыхательно-тусовочное. А это именно для того, чтобы просто, ну, как я уже говорила, общеобразовательные предметы, они тоже изучают, они тоже это все делают. Поэтому все равно им какую-то домашку нужно делать, готовиться к экзаменам и так далее. В общем, это место как раз им подходит. И второе, второе крыло, как бы, напротив, это как раз-таки тусовочно-отдыхательное. То есть тут такой каминчик, тут большой телевизор, тут много диванов, подушек. Здесь уже как раз-таки могут ученики отдыхать, общаться, что-то делать, придумывать. Но, скорее всего, просто отдыхать от всей этой нагрузки. Все-таки всем всегда нужно отдыхать. Поэтому я вот создала такой уютный, как мне кажется, уголочек для этого дела. И я, наконец-то, приступаю к классам. Вот здесь я обнаружила, что мои потрясающие книжные шкафы залезли на второй этаж. Я их все-все опустила, конечно же, потому что, ну, как бы, не гоже, чтобы они там торчали. Они там совершенно не нужны. Так вот, относительно классов. Я постаралась делать каждый класс интересным, индивидуальным. Ну, чтобы не просто, как бы, доска и парты, как бы, и все. Я постаралась делать тематическими. Ну, опять-таки, может быть, у кого-то какая-нибудь идея возникнет. Как-то я вдохновлю... Да, вдохновлю... Сложное слово. Вдохновлю кого-нибудь. И вы сделаете тоже что-нибудь интересное, какую-нибудь постройку. Так вот, у меня есть класс биологии, где я разместила кучу рыб вот этих, которые там есть, вот эти чучела страшненькие. Там же перышки всяких птичек, которые есть в изобилии. Потом жабок я поставила, каких-то вот этих термитов. Что-то там в банках, по-моему, там какие-то то ли кораллы, то ли что. Ну, короче, все, что относится к живой природе, у меня есть. И скелетика я поставила, потому что, как бы, на биологии, по-моему, тоже на биологии. Человек это изучает. Еще, кстати, парочку вот этих плакатиков есть классных с клетками. Ну, то есть, как бы, клетка в разрезе. Они очень даже подошли. Потом котики-собачки, ну, так чисто для, ну, больше для развлечений, но тоже, типа, животные. Можно их туда поставить. А дальше стандартно, просто доска, как бы, стол учителя и парты. Здесь я делала отдельные маленькие парты. Всегда мечтала за такими учиться, чтобы не было истерики, кто с кем сидит, когда сидит и так далее. Второй класс. У меня, ну, не географии, а как это, сейчас, по-моему, есть такие, слишком давно я училась в школе, сейчас, по-моему, есть естествознание или природоведение, ну, не природоведение, что-то такое. В общем, когда вы окружающую среду, в общем, изучаете, всякие камушки, минеральчики, рельеф, расположение и так далее. В общем, все вот это в этом классе. Очень классный вот этот макет, он очень, мне кажется, в тему стал. Правда, глобус, конечно, бар. Ну, он бар, он же глобус. Но, ладно, опустим. Это, об этом знаете только вы и я, поэтому мы никому не расскажем, что это бар. Я думаю, что все-таки он пустой. Следующий класс был, типа, класс физики или химии. Я не знаю, что-то типа того, потому что я поставила столы с пробирками, со всякими штуками. Плюс я наставила стеллажей, которые как бы имитируют, что там какие-то тут же ингредиенты стоят страшные. В общем, не мот, а дополнение Стрэнджелли, Стрэнджелли, Стрэнджелли. К ночи уже начало заговариваться. В общем, вы меня поняли. Оно как раз было очень даже в тему и очень даже удачно. И последний класс у нас был класс музыки. И, скорее всего, им преподают там музыку. В обычных-то школах преподают. А я думаю, в балетной школе обязательно музыка для того, чтобы развивать слух, развивать чувства, ритмы и так далее. Нужно обязательно. И я сделала этот класс такой более спокойный, расслабленный, потому что здесь фоно, ну не фоно, а электрическое пианино. И я решила не располагать парты. Мне показалось, что это как-то не очень будет. Всегда, как это странно было на уроках музыки, сидеть за партами, петь, что-то там хлопать, еще что-то делать. Поэтому я просто расположила много-много разных кресел. И потом еще большой ковер, чтобы всем было комфортно, удобно. Мне кажется, это самое то. И поставила парочку маленьких табуреточек, которые можно использовать как столы. Ну, если что-то надо поставить или записать, чтобы была твердая поверхность. Примерно так. После этого я вернулась в те комнаты, которые я уже обставляла, для того, чтобы как раз-таки насытить их декором, лампами, книжками, какими-то журнальчиками. Ну, в общем, хотя бы немножечко обжить. Конечно, можно было бы постараться еще больше, но не знаю, как-то... Мне показалось, что это такой идеальный баланс, что вроде как что-то есть, вроде как что-то намечено, что здесь есть живые люди, но сильного декора нету, потому что я не совсем понимала, что тут еще можно добавить. Конечно, можно было напихать в столовку кучу кружек, тарелок и всего прочего. Ну, как-то это было бы не очень опрятно, не очень симпатично, тем более, что там, скорее всего, очень много всяких работников, которые помогают поддерживать чистоту, покой, чтобы всем было классно и комфортненько в этом балетном училище. Так вот, потом, конечно же, еще вставляла свет, потому что в основном, конечно, я оставила эти таблетки, которые стандартные, но снаружи я все-таки сделала такие красивые навесные лампы уличные, которые бы освещали дорогу тем, кто идет по этим коридорам открытым, под ночом ходит. Ну, как я уже говорила, из одного места в другое нужно попасть только так, поэтому освещение здесь очень важным. И прошлась немного по комнатам, добавила плакатиков, света, немножко книжек, ноутбуков подобавляла или компьютеров. Ну, в общем, минимально, но все-таки обжила. Конечно, каждую комнату продумывать индивидуально, как, какой стиль, кто здесь живет, я бы, честно, с ума сошла. Поэтому я так приблизительно накидала, раскидала и перешла как раз-таки к своей прачечной, которую я вам выговорила в самом начале. Я вот про нее вспомнила только в самом конце. Я про нее помнила, помнила и забыла. Так вот, прачечная стандартная с кучей-кучей машинок, которых я очень люблю делать такие разноцветные. В этом что-то есть такое интересненькое. Не знаю, обожаю этот вид этих стиральных машин. В общем, обычная стандартная прачечная с корзинками, со стиралками. А вот дальше комната развлечений. Потому что, конечно же, опять повторюсь, балетные это такие же люди, это такие же дети, которым иногда хочется побаловаться, поиграться в приставку, отдохнуть, потанцевать обычно, не думая о том, как они выглядят, поиграть в настольный теннис, попеть в караоке, просто побеситься, поиграть в, как это называют, футбол, еще что-то. В общем, они такие же дети, как и все остальные, поэтому я сделала такую вот игровую комнату, но которая скрыта от глаз остальных людей, для того, чтобы не раздражать преподавателей. Потому что, ну, конечно, преподаватели сказали бы, что идите отдыхайте, лучше вам выспаться, а не вот эту трубиться непонятно во что. Все, мои хорошие, приятного просмотра. Уже практически все закончилось. Подписывайтесь, ставьте лайк, надеюсь, вам понравилось и до следующих построек. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok